опять эмоции опять эмоции опять эмоции что такое я давно такие эмоции не выпускал импульсивные последние недели я замечаю что но простите как есть я говорю горю потому что ну блин меняет мне не безразлично все это что происходит друзья если вы меня слушайте если вы со мной не не согласны там давайте папа дискутируем по каким тем сейчас я вот готов почитать свои ваши комментарии по поводу того что я что я сказал поэтому я еще раз говорю холмгуд на вам нужно ценить многие из вас до сих пор не ценят тут вы все пишете всегда но вы миттерн себя на начинаете вот мне виталий в свое время говорю бьяна секер это надо прежде чем кричать что нам нужно возрождать язык нам нужно делать эти программы нужно самого себя начинать просто делайте пример понятно что эти взрослые люди да все они знают калмыцкий язык но у меня случай я вот когда было айрат тумен я уже рассказывал наверное да что айрат тумен когда был я приходил я еще раз расскажу этот случай николай николай надбитовичем обушая меня пересекся вот это наш калмыцкий ученый вот сотрудники герана он то есть историк он очень много научных работ у него кандидат исторически наук по моему миллион доктор я не знаю я сейчас не знаю кто честно но то у него тоже фамилия бушаев он мой земляк слагане но он очень уважаемый человек который очень много трудов на написал и по нашему цатынскому родоплеменному союзу исторических там работ там происхождение нашим и всего и также а калмыках он не очень большие работы научные делал да я пришел я пришел я пришел значит на айрат тумен поставил мы поставили там эти черноземельский район и от черноземельского района так как на тот момент как как методисты дома культуры меня поставили ответственным там ставить эту кибину как бы там все вот это в кибитке делать это перформанс я пришел одел свой хальмык свадебный этот хаймин свой калмыц костюм который я после свадьбы уже не влезаю потому что не ненечко махберят торгольдя на вода на себя шоколады и вот на тяге у адива асошу махлы амис шкат костюм емис шкат короче ахан тире джингилад тире мэрген керекте он говорит ауэм би әгәд мәрге потом мне ауылы мне бичкен күйкен да тоже хоутсан эмсайд халмек сәнар шут көрят мадын мана ишкагер нерв сугат домбур цокка короче все бейми короче амана били кетмен визу ля и вот короче собирается все рядом вот там в кибитке и нас приходят наши это черноземельские охлоте не охлоте а как бы замглавы я забыл как его завод его не у него там недавно как бы у него проблемы там какие-то судебные лечу осудили там я не знаю забыл как его зовут вот он будет она в нашу кибитку привели короче монголов и сказали вот эта группа монголов она будет у вас и вы ответственны как вы принимаете там как 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 гостей вы там что мы должны накрыть черноземельца им накормить с ними ду 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 му короче ду дула всеми программу организовать мне помогал он тот мой братишка бадма шараев братишка родной димы шараев я его братишка называется им тоже мы с ним постоянно любим поле половить ха ха по вместе попеть попал выступать такой весельчак балагур парень я увидел игру пойдем там монголы давай хорган там не кучку домбур цокат ходу ду ду лхун короче я говорю чин еще монгол ду сянар ду лжанаш давай күркчке мана гечли күркчке 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 күркчкек егат давай давай короче и он и он на начал петь и приходит монголы сидят они слушать мы общаемся на родном языке я говорю о да мана ду то сеткин аркебас ханды күркчен егат да и там нужно просто я говорю на калмыцком языке и он этот говорю на калмыцком языке все эти охлачи сидят тоже администрация они сидят я вижу по их глазам они холсты короче они не понимают же чего происходит о чем речь они халенгар никто короче а сами сидят в этих в дк который мы выдали костюмы калмыцкие вот такие там как на казахский похожи такие халаты короче вот эти шапки конфигиратки с этими ванзала күштае такие сидят короче сяйчы и короче такие там подарки какие-то от администрации и они короче мне подходят да там там туда и проведите там им покажите вот этот наш стенд черноземельский вот то что у нас есть покажите я я так думаю смешно зачем вам важно им этот стенд черноземельский с вашими заслугами с вашим ктк там с вашими короче вот это холсты кэр зачем он нужен это они как привыкли как кончено не приезжает они вот показывают что у них есть стенды кибитка свои они сами в нем ничего не понимает вообще ничего не понимают холсты я сижу и мне стыдно мне и я говорю тадн кюляджет ненечка да ода дуутэ сетклин эрка мадн тэв джагат мадн дуутху мада ага я наливаю мне наливают эрка я поднимаю и там мы должны мы поем поем монгольскую песню вместе с холсты ташур вместе с меня дергает этот чувак дастся это с администрации короче дергает налей мы не ничем дуутэ аркэ ничем а так кирго аха ну ты налей все равно ты все равно налей я сижу и вообще короче не знаю куда сидеть в этот момент я не знаю куда сидеть потому что но он не понимает что это дуутэ аркэ это только вот это аркэ я посвящаю одному человеку их нему охлачей я даю я должен просто отдать его и он должен моих рук взять и выпить на и мы так делаем каждому человеку понимаете каждому человеку поем песню это монгольская такая традиция калмыцкая древняя традиция мне вообще стыдно было я постоянно жаловался я говорю я джахнуто вообще ничего не знаете вы говорю еще надеваете на себя эти калмыцкая костюма это ладно хрен с ним я уже привык такому да что у нас везде альтикантимим бена везде которые эти особенно занимают места там я не говорю про всех не говорю про всех но я говорю про некоторых да ладно я возвращаюсь кибитку моя жена там бедная уже замерла она уже и так вы правильно заметили она устает от она терпеливая у меня очень я все равно я его очень-очень за это уважаю именно это одно из главных качеств за который я его выбрал и люблю все равно она там целый день с моим с моей дочкой там ходит она там песок да там степи когда ты сами знаете шут все обосрано короче извиняюсь за выражение они сидят хами в это кипитки создают этот вид видом короче да вот этот киркс ястах алимгут гиде хряда и сидят хами там там люлька такая раз калмыцкая старая туда ее положить и они там она плачет короче и мы короче ага и мы сидим и иначе я мы вышли потом сергей яковлевич там наш тоже преподаватель под на гармошке я мы вышли на гормак домбургой цокат начали на улице перформанс небольшой представление для туристов для зрителей там может помнить но там был возле черноземельских кибитки было много народу видео ездим и зажигаем там открылся пацаны все подошли красавчики короче все нормально да и тут подходит ко мне николай надбитович убушая тот самый ученый про которую я говорил со всеми данного он подходит иначе такое а ну такой партишки и шляпочки весь ученый бы советский как конфедераточка у меня такая знаете такая как это полупилотно как это называется эта шапка такая забыла сборная россия однажды в них вы выходила вот они значит все уходят он в окружении там нескольких мужчинами индия на аминде туда-сюда медит медит а антоним там здесь без народу взять другого туда-сюда начинаем общаться молодцы красавчик вот то есть она и потом говорит а это мне поезд такой был калмыцкий мельхлоровый да он не настоящий серебра но и железо такого сделано под казачьей ну в принципе вот ка еще в начале 20 века монаха я такой одеваю одеваю значит этот поезд стою он подходит и говорит я говорю ну это казачьи мельхиору монаха лимгин мельхиору монаха лимгин мельхиору он говорит беше и не хальмик беше хаджр я говорю я хаджр я говорю ну ты им естай им им такой такой должен быть такой начинает меня объяснять что я в то что я все прекрасно знаю у меня просто нет денег на этот поезд сто сто тысяч стоит только поезд у галушкина вместе с этим с ножом вместе с трубкой там ганзы такой да вот все там в чеканки серебряная она стоит она стоит всего там где сто двадцать тысяч этот поезд полностью по серебряный там там в калмыцкая чеканка иди один из немногих мастеров который делать галушкин я голода горбачок камчатка вот в этой камчатке а я стою халюху царь тут уходит моя жена да с ребенком мне это немножко за задевать ученка к пас дает у меня зачем я все это прекрасно понимаю ладно как бы я по старше и уважая как бы я не буду да я говорю да начинаем а ну чё я ходу интимуга но все равно хаджр короче меня вот так вот она ну ладно потом че не махла что-то и мимим тоже опять нас я грубе не махла вот который вот она уран хайка говорю вот такая келит как говорится ким бортами грунту подмонгольский на дэй или много я говорю могу халюк махла одеть могу такую каракулю одеть могу конфедератку одеть буду обычно разница нет говорю просто мне просто интересный дизайн понравилось такое я сделал говорю тоже ну там чуть ну ладно шапка ладно и потом говорит а крик на линии амара ямара нервный для игру баенца баенца у меня уже это начинает есть человек тоже такой эмоциональный знаете мне у меня я это воспринимаю все равно как-то уже как-то с негативом что ли я мне начинает это не нравится и я такой человек я не скрываю эмоции вы знаете я сразу же на моем лице на написано что мне это не нравится я им говорю николай нанпичич ях джахмд ях джахмд ягру вот вы сейчас стоите сами не не чикник халюк хуцэ не к чикан халюк хуцэ танды эмсты уга на вас нет ни одной калмыцкой одежды надеты не калмыцкого пояса не калмыцкой шапки я сегодня пришел со своей супругой мы поставили кибитку сегодня вдвоем целый день он не вдвоем там с комсомольчан меня худлахар так для для накала страсти говорю мы ставили кибитку говорю вот дочка целый день со мной мы все ходим вот минимум вот говорю мою хуцэ вот меня ишхэ гэрэ я по возможности делаю я много чего не понимаю но я это делаю говорю а вы вообще ничего не делаете и вы сейчас подходите мне на русском языке вы мне начинать я сами на калмыцком он все равно на русском не там что-то евро и вас зовут николай а меня один зовут но я все понимаю но зачем вы меня учите если вы сами не даете нам нормальный пример живого языка нормальный повседневной калмыцкой одежды никто из взрослых не ходит калмыцкой одежде только открылся мы начали ходить калмыцкой одежде свое время и до сих пор все равно люди до конца женщины молодцы уже немножко но она потому что более-менее подсовременно можно сделать а все равно естах альмык терлик мерлик эмс чахше не одевают же не все равно стесняются до сих пор и на улице нормально в бишнюки ты не увидишь все все равно какая-то стилизация какой-то там фиджачок там хита как мне непонятные узоры выше там один мини-гарбово-хлайк если до одеваться тоже есть нам одеваться правильно ну но я все равно это приветствую я же не говорю никому ты неправильно сделал это не настоящий я могу сделать когда ты это подаешь или когда ты с помощью этого деньги зарабатываешь я могу сказать это замечание что это неправильно или когда ты пользуясь этим чем-то какие-то свои цели преследуешь а когда ты просто одеваешь и показываешь пример другим и тем более когда на те друг друга другие смотрят это должна быть ответственность у них нет ни у кого и у старшего поколения это я к чему все это ведут никто из них до сих пор нам не в дни не показывает как надо правильно жить по-калмыцки но все говорят халим гут уралан все говорят что мы калмыки а почему я тогда не калмык почему я тогда националист почему батул сергевич он калмык он просто калмык здравый калмык а я националист почему я националист вот это мне не нравится я и сегодня мы обсуждали вот да люди говорили там в эфире блин там по поводу этого национализма они опять обсуждали что блин неправильно неправильно там то что вот это на митинге прозвучали слова это бар мангная по поводу национализма но это его право это его мнение это во первых я хочу сказать почему он не имеет право себя так назвать он говорит я такой националист он не говорю что мы националисты правильно во вторых там был открытыми микрофон это что он так сказал это не значит что так все сказали это могу точно сказать я еще раз это обращаясь к тому там блогеру эрику максутову как его зовут чтобы если будет возможность передать ему эти слова что он должен правильно эти слова воспринимать лично я воспринял правильно в казахстане ведь в независимом государстве все даже русские чиновники говорят на казахском языке они обязаны его знать обязаны его знать а мы тут уже не говорим о калмыцком языке мы говорим о том что мы просто хотим чтобы у нас работали честные люди не важно какие по национальности и должны решать это мы титульная нация калмыки и также жители калмыки которые там тоже живут но они не в большинстве нас все равно большинство титульной нации мы калмыки и мы основа все равно как основа мнения сегодня все равно это но это не означает что мы не должны считаться с чем-то мнением у нас тоже церкви разрушает или что у нас все замечательно и церковь есть православная и он батуй сергеевич там все замечательно сидел никому никто ничего рот не затыкает но почему нам калмыкам рот и затыкают почему это нехорошо и я хочу сказать что я тоже националист я здоровый националист я уважаю все культуры именно в мульти культурности есть вот это мир прекрасен именно своей мульти культурностью если мы были одним целым безликим одним каким-то мы бы уже давно потеряли бы вкус к жизни все но у нас у каждого свои взгляды у нас каждого мнения этим же мы прекрасны и мы на митинге даем возможность сказать всем что вот такие есть да ну а шо у русских нет националистов что русские не ходят марши не делают на улице меня били скинхеды в 2001 году жестко били в метро я в кролище делал мне другие русские подавали платок я сидел у меня был шок я плакал я плакал я не думал за что я уже по-русски я же россиянин там но именно эти люди мне дни не дали забыть кто я такой я им благодарен потому что они мне били за то что я выгляжу по-другому понимаете и они видят что я другой а какой я другой я другой я должен соответствовать своему вниз своей внешности чтобы все было в гармонии я сегодня гармонии калмыках не вижу я вижу что калмыки едут метро калмыцкий шапка виси висюнка и рассуждают о калмыки на весь вагон на русском языке добра я я считаю все это хуйня знаете громко так матерять все это хуйня нам холлингут надо перед двигаться нахуй короче мы и все это на русском языке урсмут это слышат и они во первых все слышат все эти абсурдные мысли плюс еще этого неграмотную речь плюс еще и меня знаете от этого конечно тоже больно становится такого много вы сами знаете поэтому я еще хочу обратиться калмыкам с обращением начните пожалуйста с языка сыну будьте добры ну выучить свой свой язык если вы хотя бы имеете себя так называть калмыки если вы калмыки ну где ваш язык нет языка нет нас еще раз повторю мы с вами сейчас разъясняемся на русском языке только потому что большинство из вас не поймет моей речи но я в то же время хочу сказать что язык формирует мышление и виталик очень часто мне об этом говорил то что когда мы говорим друг с другом на русском языке мы воспринимаем информацию и начинаем мыслить через славянско христианскую призму мировоззрения это не наша призма при всем уважении я ничего не хочу знать что она плохая она может быть даже замечать не лучше но вы помните что вы постоянно в жизни будете сталкиваться с такими вещами как с такими задеваниями с такими непониманиями с вопросами о родном языке а знаешь ты него или нет и насколько ты сегодня калмык и вправе называться калмыком и у каждого это разная конечно планка каждый для себя это сам определяет и мы все так или иначе связь все равно составляем калмыки но помните друзья помните что не количество а качество нас сегодня и так мало нас сегодня очень мало и мы должны быть все высокого качества мы все должны быть как феликс шарваев все все до единого а вы говорите о там зачем калмыцкий язык не там зачем это калмыкия зачем вы тогда вот это борцы ки там зул там калансары вы там упорно там одеваетесь калмыцкий там зулы и рвя зулы и рвя там учите детей учите этим стишкам люди я не понимаю еще я не понимаю когда люди сами не знают свой родной язык и начинает детей учить и говорят игру тебе вам моя дочка там ты чё она учит я с ней там все загадки на калмыцком она там все рассказы стишки вчера 4 стишка на калмыцком выучила вот молодец и все пошли и дальше они пошли чё дочи чем будешь кушать я не хочу ничего кушать пошли до бабушки что толку что вы учите это что это вообще для чего это для вас по самоуспокоение что никто не говорит на калмыцком языке и этот человек сам не говорит и не учит калмыцкий язык но он себя успокаивает тем что я хотя бы свою дочку там я там что-то делаю ни хрена не мне это не будет живой язык он не выучит никто не будет никто так разговаривать себя начинаете начинайте себя что нам делать учим учите сами вы должны первую очередь говорить на калмыцком языке чтобы ваши дети слышали этот язык чтобы они видели что вы говорите и гордились так независимостью вы должны сами показать свою самодостаточность понимаете это как китайцы китайцы куда они не приедут их миллион и они куда не приедут они могут не учить вообще не культуру не язык этой страны потому что они везде встретят китайцев и потому что китайский язык популярен понимаете на настолько да и вы не путайте национализм с этим с нацизмом шовинизм каким-то там не знаю с насилием и все это вам навязали именно в советское время вообще я считаю я со многим согласен то что здесь все равно но я я родился на этой земле я хочу эту землю изменить я хочу и чтобы на этой земле я на этой земле все равно вижу людей я вижу проблески сознания образованности и вот уже как бы осознание многих вещей я тоже вижу я вижу я верю в этот народ и в русский народ и в первую очередь верю потому что русский народ это великий народ я считаю тоже с незыблемой культурой сожалению просто и сейчас тоже охва они многие охвачены особенно больших городах этой ксенофобии и из-за приезжих и все это там я не знаю и это все ведь культивируется телевизором именно правительством то что нет никаких программ которые учат культурологии там взаимодействию там толерантности в правильном ключе и также уважение своим корням что не что это калмыцкая культуре наша русскую то это не просто пляски на 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 царам царь это соответствие этим канонам самим с самими людьми понимаете это не масленица там только это не купание в прорубь на христа на крещение когда все пьяные холингу там начинает прыгать там креститься короче ради хайпа в instagram свои в купальник речки выставлять и жопу могут я вообще очень не понимаю другой фигни короче холингут которые девушки которые калмыцкий костюм одевать и отдаляет себе вот эти плечи это сексизм это то что зародили у нас многие на в наших народах евразийский вы знаете что до 11 года нельзя было вообще ну выходить это ниже достоинство было с непокрытой головой выходить и русским и калмыкам и мусульманам всем вот на этой земле на евразийской все были одинаковые все были высоконравственные и за счет этого было очень большие крепкие семейные институты много детей не было измен потому что не было соблазна потому что на улице не ходили открытые вот эти жевеляющими жопами женщины и не смущали никого и не вызвали не вини как это сказать не завлекали не не совращали мужчина мужчина такое это найди ему показали сиськи вот все значит это доступ понимаете и это надо ограничивать именно это надо ограничивать а не то что вы пытаетесь скреативить типа современность это же современская современность современным чем в разврате я все равно не приветствую сексизм не приветствует ни среди русских не среди калмыки не среди кого это должно быть женщин должны быть норме и у мужиков должны быть норм не выше женщины не выше локтя не выше колена пожалуйста одевайтесь емае иногда стрёмно смотреть я видел видео где-то в калмысском купальнике на ком-то пляжу калмыска танцует фокшур и таким образом она выражает свою любовь калмысскому народу это конечно хорошо но вы омрачаете многих калмыков потому что на калмыков обращается другие народы потому что другие народы все равно хитов со своими нормами нравственности они не тоже им неприятно это видеть что и почему даги делают замечание постоянно калмысским девчонкам и говорят и не подходит потому что наши калмысские девчонки сами провоцируют они стоят в джинсах с обрезанными вот этими вот здесь обрезаны это вот кусок тела ты показал вот кусок а галида это уже ты значит свою интим показываешь людям правильно это интимная часть мусульман вообще это запрещено я не говорю нам чтобы быть как мусульмане ортодоксами в шортах не не говорю но элементарные нормы какие-то надо соблюдать и келян надо сухо как то все равно язык давайте холингут себя начинать и первую очередь самого себя не будет никакого примера если это вообще сильная сегодня и самое больше всего знаете из-за чего я обращаюсь если бы холингут не назвали себя холингут сегодня говорили просто россияне мы там не знаем астраханцы или там кто-то я не знаю еще кто если бы не говорили таки слова калмыкия холингут урала там знаете там калмыки вперед что эти люди закладывают в эти смысл сказка что это эти слова обесцениваются для других в глазах других потому что другие народы видят что калмыки хуже всех всего знают свою родную язык хуже всех и ни один до сих пор голова наш как и не показал нормальный пример знания родного языка и тем самым своего отношения к своему народу своей культуре тому что дорого действительно а я считаю что именно монакельн моназюре это не это единственная связующая нить который может объединить все наши мнения если бы у нас все говорили на калмыцком языке у нас не было вообще кучи какие-то недопонимания просто там не обсуждали бы даже какие-то моменты вообще у нас мне было где-то 8 и вот у калмыков у многих вообще нереальный комплекс до сих пор даже у молодежи я не знаю почему они заставляют меня говорить на русском языке в присутствии того кто не понимает типа давайте говорить на я здесь у меня земляк есть я хочу с земляком говорит на калмыцком языке почему я не могу с ним говорить на почему я этим сам обижаю чьи-то там я не знаю национальные какие-то не знаю что я обижаю национальных достоинствах что-то обижаю кого-то ущемляет притесняю что почему русские все говорят на своем языке а я говорить на калмыцком изменить не могу ну давайте я тогда тоже буду заходить вагон метро и вы меня будете видеть вы будете спрашивать мне кто я на по национальности и пытаться все с толпой говорить на калмыцком языке и потому что я калмык вам же должно быть тоже неудобно потому что вы в моем присутствии говорите а может я не знаю калмыцкого языка нет это а нет монаха ленгут постоянно там и они говорят и они еще хвалятся они думают им легко они выставляют это как будто мы же там толерантный типа мы просто толерантный мы там воспитанный якобы мы культурные какие-то более культурные чем другие там нерусские не смешно там читать когда там пишут какие-то споры в комментах да там межнациональные распри один пишет там халмактар там что-то папа твана на своем языке напишет ему калмычка пишет а на русском слабо типо я в одном из меня охота ржать и в то же время так жаль мне горько мне так за калмыкова когда они хвалятся знанием русского языка да я в русском языке многим фору дам мы поверьте тем кто сегодня хвалится своим русским языком своим словарным запасом или многие говорят калмыки и считают что они якобы говорят без акцента да вы с ума сошли пять лет записываю песни я знаю что такое региональный акцент особенно когда люди поют он невооруженным глазом слышим на гос нужен все должны знать калмыцкий язык почему не весь парламент якутии саха якутии говорит на к на якутском языке у них заседанием их него парламента идет на и на якутском языке в туве то же самое да по моему даже там в хакасии в алтае там тоже там половина не всех говорят только на своем языке о его только не надо писать здесь будет экономика тогда и будет культура и культура потянется не надо эту эту чушь писать какая экономика что вам мешает час калмыцкий язык выучить вы должны сами выучить калмыки калмыцкий язык кроме нас никому не нужен вы поймите кому нужно будет вкладывать дети деньги какие-то калмыцкий язык который сами калмыки не знает и не донесли вот кому вы хотите там и доказывать важность этого калмыцкого языка никому вы будете смешны не надо у вас сегодня есть какая вам экономика нужно у вас есть все для того чтобы учить это калмыцкий язык и интернет библиотеки курсы сегодня он упраздняет даже учителей потому что ну за ненадобности ё-моё их пытается оставить для зарплаты все равно чтобы они а все на самом деле из того и исходит что никто не хочет калмыцкий язык учить халимбуд забирает детей и говорят нам не не нужно калмыцкий язык но мы калмыки мы все равно калмыки мы все равно будем жарить бортики варить калмыцкий чай муж калмыки